всем привет ну как настроение народ фейсбук пишет что собирает аудиторию так ждем пока подключается все вижу пошло подключение так так вижу бельце кишинев москву так так вижу вся страна ждет прямой эфир давайте еще секунд 30 минутку подождем потому что вижу счетчик так руслана леник салут так чекаре держа салку некта фач из ворог репост только свады спирт платы цара час видео значит делайте пожалуйста репосты ребят потому что у меня возможность только через вас довести всю информацию так ну что начнем значит вы все стали свидетелями еще один раз того правового беспредела который творит режим плахотнюка и конкретно главный преступник сам плахотнюк значит если то что произошло в 2014 году это была их совместная операция с филатом хотя филат мне тоже играл самую незначительную роль то на этот раз плахотнюк все делать сам делать нагло цинично бестолково и делать все для того чтобы уничтожить меня как человека которого он боится больше всего и поверьте правильно делать что боится значит во избежание всяких спекуляций когда мои слова там выдергивались там какие-то слова из контекстов и его телеканалы пытались интерпретировать по-своему ту или иную ситуацию я сейчас его в двух словах всем еще раз обрисую значит для того чтобы было понимание правильное понимание особенно у представителей СМИ я говорил неоднократно о том что история с тем же Горбунцовым после 2014 года особенно значит да он преступник негодяй человек который должен сидеть в тюрьме должен сидеть очень много лет я уверен в один день сядет значит был использован неоднократно для того чтобы атаковать меня с ним играл в любовь и филат в свое время и плохотнюк через важную прочих там прочих деятелей из своего окружения значит понимая что в этой истории есть что там нечисто я предпринимал свои какие-то шаги значит что произошло примерно месяц назад и почему плохотнюк так сильно активизировался почему буквально за 10 дней последние 10 дней успели полицейские слетать в Лондон с Кавкалюком после пресс-конференции Грозной представители прокуратуры МВД поехали в Бухарест кого-то в чем-то убеждать значит завтра послезавтра надеюсь в Москве окажутся в рамках того что выдан мандат на арест сегодня значит почему такая активность и что было на самом деле значит я в прошлом своем общении с вами значит здесь в фейсбуке я включил определенные фрагменты из нарезки разговоров с самим прокой который сидит в Румании с посредниками которые от него там играли какую-то роль в этой истории и находились которые сейчас кстати задержаны и я так понимаю что плохотнюки плохиши делают все возможное для того чтобы добиться от них какой-то своей правда на самом деле все произошло следующим образом значит месяц назад примерно значит на меня выходит один молодой человек который сообщает мне следующую информацию он говорит Рина так и так вот была ситуация несколько месяцев назад когда Прока в одном из интервью сообщил о том что очень какие-то влиятельные люди из Молдовы давят на него для того чтобы он дал показания на вас значит он как бы этого не сделал в обмен его должны были под видом того что он возьмет на себя какое-то преступление в Молдове экстрадировать в Молдову где как считает сам Прока его ликвидирует как свидетеля как человек который много знает и убедившись в некоторых материалах расследования я в этом убедился что основание у Плохотнюка непосредственно его окружение ликвидирует Проку есть сейчас объясню почему значит когда я увидел о чем говорят значит я о чем идет разговор я сразу отключил телефон значит подготовил другой специальный телефон перезвонил опять этому посреднику записал весь этот разговор значит где конкретно значит называлось имя Плохотнюка как заказчика покушения на Горбусова в Лондоне были озвучены мотивы этого преступления были озвучены некоторые подробности как это готовилось кем какую что разные люди из структуры Плохотнюка отвечали за определенные задачи кто-то за подготовку оружия кто-то документов денег там виз и всего остального значит что сделал я будучи законопослушным гражданином нам в отличие от Плохотнюка и его уродов значит я сразу связался с одним из руководителей румынской полиции сообщил что вот на меня вышли посредники с таким предложением я говорю это может быть какая-то провокация организованная людьми Плохотнюка тем более предвыборная кампания тем более вы помните как там переделали переплели всю эту историю в фильме который делали американцы с румынами этот ассасин ин лечи в 2014 году где все было переделано правда была просто изуродована с этими полицейскими я был знаком в Румынии так как они ко мне обращались по вопросам экстрадиции проки и другой информации которая помогла бы правоохранительным органам Румынии и Великобритании раскрыть это преступление в общем я передаю эту запись разговора румынской полиции мы проанализировали и скажем так они говорят ну нужно убедиться в том что это все таки люди от проки или какие-то мошенники давайте проведем маленькую спецоперацию значит вы должны или надо добиться от них чтобы они вам передали прямой телефон проки потому что посредник говорил о том что есть с ним прямая связь и так далее потому что полицейский говорит очень сомневаясь в том что у проки там есть телефон потому что это охраняемая тюрьма там все там ультра сложно и так далее и так далее значит после этого значит я связываюсь с посредником он дает мобильный телефон проки я звоню проки который сидит в тюрьме спрашиваю правда ли то что мне сообщили что он не может еще сказать дополнительно и он ли это он говорит он да подтверждает и так далее значит на вопрос почему искали выход на меня значит ответили очень просто говорит нам нужна помощь для того чтобы перевести семью проки в Румынию там трое или четверо детей не помню значит два нам необходимо чтобы как публичный человек как политик вмешались в эту ситуацию для того чтобы правоохранительные органы Румынии прогарантировали что после того как Прока даст весь расклад по этому молдавскому синдикату киллеров его не экстрадируют в Молдову и третье условие это чтобы он в Румынии отбывал наказание за преступление и в Бухаресте и в Лондоне чтобы он отбывал в Румынии он там все расскажет и так далее некоторые вещи очень важные я сейчас выпускаю потому что для того чтобы не навредить следствию что было вам понятно но что происходит дальше я записываю этот разговор с Прокой значит передаю его полиции Румынии значит мне перезвонят и говорят Ренат вы знаете мы не понимаем откуда он нашел мобильный телефон как он у него оказался но сам факт что это он как бы мы подтверждаем по голосу и так далее я говорю окей что делать дальше ну послушайте надо эту историю максимально сейчас раскачать значит мы вам будем очень признательны если вы нам поможете вскрыть всю эту ситуацию тем более я искренне вам говорю что когда услышал о том что речь идет о заказчике убийства и других преступлений и что всем этим синдикатом руководит непосредственно Плохотнюк и его люди вы понимаете что мне это стало очень интересно потому что одно дело у меня были какие-то догадки версии а тут конкретно об этом говорит Прока его представители поэтому информация бьется с теми расследованиями и мероприятиями которые проводили полиция в Великобритании Румынии и так далее я говорю ну окей я говорю ну сейчас Плохиш точно попадет значит получит международный мандат на арест значит и ну и как бы на этом режим Плохотнюка закончится значит я в определенный момент значит нашлись другие свидетели по этому делу значит было принято совместно с полицией Румынии было принято решение о том что я вылетаю в Бухарест где я был шестого и седьмого октября по-моему так значит где нужно было оформить значит все то что было сделано я дал как свидетель показаний о том кто как выходил и так далее дали показания некоторые другие свидетели имена которых я сообщать не буду тем более что один из них даже получил защиту свидетеля уже в Румынии поэтому какие бы ни были длинные руки у Плохотника я думаю у него мало уже что получится значит мы это все задокументировали значит переговорили с прокой кто говорил когда и как значит сообщать не буду но могу одно сказать что с прокой вели переговоры непосредники как это говорит публика Плохотника его прокуроры и милиционеры да в своем тупом уголовном деле как и они а с прокой говорили правоохранительные представители правоохранительных органов которые сказали что да я готов дать весь расклад по убийству в Бухаресте по Лондону вот такие то люди так то так то но он говорит некоторые вещи от которых встают волосы дымом тем более что даже его адвокат который даже его адвокат которому он никогда не предсознавался в этих преступлениях был в шоке потому что и ему он начал об этом говорить значит все это держалось в строжайшем секрете значит еще раз говорю что все то что происходило в Молдове Маларчук который задержан в Молдове сейчас Плохотнюком когда он был в Москве мои поездки в Румынию все это было задокументировано для тех кто не понимает что такое задокументировано это значит было все записано на как минимум на диктофон там были разные ситуации и потом это все прикрепили к уголовному делу которые есть сегодня в Румынии значит я все выходил вас дразнил в интернете вот сейчас вот сейчас вот скоро выйдет такая атомная бомба от которой страна вздрогнет но на самом деле как можно еще по другому расценивать ситуацию когда речь идет о том что существует не просто олигарх Плохотнюк который украл миллиард который контролирует МВД прокуратуру большинство депутатов парламента и так далее речь идет уже об олигархе Плохотнюке как о преступнике который занимается заказными убийствами перевозкой оружия подделкой документов и так далее и так далее значит я держу ну тут произошла осечка к сожалению из-за которой активизировался Плохотнюк начал уничтожать и все сметать на своем пути значит а произошло следующее значит Прока созваниваясь со своим человеком Молдавии говоря ему о том что вот надо поехать в Москву обсудить сатом гарантии по семье значит там и так далее значит значит этот разговор был записан Плохотнюками Молдавии и представьте себе реакцию Плохотнюка когда он услышал о том что их Прока решил их всех сдать естественно начался взрыв на публике ТВ вспомните передачу значит один день там берут пынчу в тот же день или на следующий они требуют отмены иммунитета судей Проки которого его освободил якобы ну незаконно 6 лет назад и что это беспредел и так далее я думаю а я чувствую что что-то есть где-то либо есть утечка у меня не было оснований сомневаться в правоохранительных органах Румынии значит в операцию было посвящено считанное количество людей и я понимаю что все-таки что-то произошло в другом месте вот как я уже выяснил от патриотически настроенных офицеров МВД Молдавии прокурора вот именно эта прослушка которая легла Плохотнюком на стул она его и возбудила и испугала больше всего Плохотнюк сразу принимает решение снять иммунитет судей Проки отправить группу во главе с Кавкалюком в Лондон взять заявление у Горбунцова там или показания там не знаю что хотя пытались они вообще оттуда забрать это дело в Молдавии так я понял не получается пока значит отправляет группу прокуроров полицейских в Румынию то есть еще раз заметить Плохотнюк активизировался после того как услышал что Прока хочет рассказать всю правду дошло до такого маразма что они уже там не то что стряпали там это дело на коленях для того чтобы выписать мандатный арест на меня но понимая Плохотнюк думаю так блин арестую усатого значит Прока то все равно будет говорить с румынскими правоохранительными органами англичане со дня на день должны прилететь вот это была проблема и Плохотнюк значит что делает значит я договариваюсь о том чтобы кто-то из близких родственников с ним связался по скайпу значит по скайпу значит в Румынии был удивлен значит осужденные могут говорить с членами своей семьи там несколько раз в месяц по-моему значит и договорились о том что на всякий случай записать эту видеоконференцию его либо с его женой либо с Малорчуком который сидит значит для того чтобы это видео было на всякий случай если что-то с прокой произойдет потому что Плохотнюк я сегодня уверен может заплатить и 10 миллионов долларов только чтобы ликвидировать проки закрыть ему рот любыми любыми путями значит что делает Плохотнюк узнав от Малорчука значит то что планировался этот разговор по скайпу и так далее Малорчук я так понял испугался и начал им там что-то говорить значит хочу сообщить что если Плохотнюк его прокурор и министр Жиздан считает о том что когда Малорчука нелегально подчеркиваю его держали уже там вторые-третьи сутки его нелегально допрашивали значит его нелегально допрашивали для чего для того чтобы понять что все-таки скажет Малорчук потому что Малорчук четко сказал по крайней мере тому человеку который руководит ДСО но сейчас это не ДСО значит который ввел допрос Малорчука подчеркиваю нелегально без прокурора без протокола допроса значит Малорчук они все спрашивали все кто все-таки заказчик и так далее вот нам понять говорит я боюсь сказать но заказчик Плохотнюк вы понимаете после этого Плохотнюк просто зверел уже закрывает и жену проки вместе с братом кубнатом на всякий случай для того чтобы не дать возможность чтобы появилось это видео два чтобы оказать давление на проку что прок там все твои там друзья родственники будут сидеть сегодня узнал что жену его все-таки выпустили после того как я в субботу объяснил им что они дебилы и уже сегодня вся Румыния я думаю уже и Великобритания обсуждает то что Плохотнюк закрыл его жену для того чтобы закрыть проки рот значит он пошел на этот беспредел дальше вы все видите Плохотнюк увидел мою активность понимает что будет мандатный арест на него и правильно понимает и поверьте я все что от меня зависит в рамках закона буду делать для того чтобы это произошло значит решил попытаться сыграть на опережение и вот это все кино повторюсь снятие иммунитета судеброки поездка всех этих балбесов в Великобританию в Румынию и так далее значит попытаться информационно как минимум это все повесить на усатом вы почитайте эти бредовые протоколы рейдерская атака груб персвания дечис ликидез они что дебилы усатый решил купить проку в Румынии в тюрьме и заплатить ему деньги за ложные показания как говорит Горбунцов поверьте настоящие полицейские прокуроры хорошо понимают что если усатый имел бы хотя бы косвенное отношение к этой истории и был заинтересован реально в каких-то выдуманных показаниях проки прока почти год находился в тюрьме в Российской Федерации где не надо было ждать чтобы его экстрагировали чтобы его в Румынии осудили а потом на него там как-то выходить то есть это можно было сделать в Москве значит я понимаю почему нервничает тот же Горбунцов потому что прока также сообщил что адвокат Горбунцова вышел на него когда прока находился в российской тюрьме и предложил миллион долларов за то чтобы тот дал показания на меня и прока сами посредники говорят я вижу такой большой ажиотаж вокруг вас там предлагают тут деньги я даже не знал провокация не провокация может там думал я так понял что мои какие-то там проверьте ну все что угодно там думали значит в результате как бы ну принял решение говорить его заставила говорить очень простая банальная ситуация потому что вы поймите когда даже консул по фамилии Руссу это консул посольства Молдовы в Румынии значит прошлым летом летом 15 года уже он и некоторые другие люди начали с ним эти переговоры говорят даешь показания на усатого мы найдем предлог экстрадировать тебя в Молдавию прока понимал и понимает сегодня что если он попадает в Молдавию он будет ликвидирован так же как сегодня еще один соучастник всей этой истории есть такой Ион Друц по кличке писатель который сидит в Молдавской тюрьме который согласно информации является техническим руководителем всей этой бригады то есть он координировал эти убийства и в Бухаресте и в Великобритании значит они утверждают что Плохотнюк посадил Друц в тюрьму хотя бы помните что Друц за двойное или тройное убийство его освобождало и Курти Диопил в Кишиневе и Курти Супрем ну то есть парни они держали на воле но решили они его посадить надолго для чего для того чтобы Друц случайно не оказался не попал в руки полиции Румынии Великобритании может так же оказаться как и Проко был в России значит за два дня до как Проко оказался в России сейчас про два дня скажу мысль закончу значит и будет арестован и может сдать Плохотнюка потому что Друц так же знает и Плохотнюка и его людей которые сидят они как видите ну то есть они его посадили рядом чтобы контролировать не исключено что так же физически в один день устранят и Проко когда понял что его вывезут в Молдовию ну вполне логично я бизнесмен я даже с полицейскими в Румынии когда говорил послушайте вы как бизнесмен вы там занимаетесь благотворительным мы не возражаем если вы и это все из показаний еще раз до того как Плохотнюк возбудил его эти вонючие грязные дела против меня в Молдовии говорит это все было в показаниях значит как говорил вместе со всеми записями разговоров и так далее вы можете помочь его семье переехать в Румынию мы не возражаем тут нет никаких нарушений я говорю окей вы тогда уже занимайтесь его гарантиями что они экстрадируют потому что Проко попросил чтобы на серьезном уровне в Румынии ну из первых лиц прокуроров МВД выступили гарантами что что бы там не придумывал Плохотнюк для того чтобы экстрадировать его в Молдовию чтобы этого не произошло кстати насчет его экстрадиции то что Табора и прочие слуги Плохотнюка обсуждали на публике про то что его незаконно судья освободил послушайте и журнал ТВ и я и очень много людей выступали когда произошло задержание Проки в Москве где посмотрите на моих двух-трех пресс-конференциях я говорю послушайте как можно освободить человека с пожизненного там за хорошее поведение хотя там была масса дебошев и так далее в тюрьме значит понятно что это была какая-то комбинация то есть за 6 лет они не хотели снимать иммунитет возбуждать уголовные дела против судей сейчас они говорили о том что Прока должен был досидеть еще 3,5 года для того чтобы для того чтобы имел возможность через суд выйти по УДО понимаете да то есть они сейчас нашли мотив что вот Прока не досидел 3 года и 6 месяцев чтобы явить повод экстрадировать его в Молдаве а Прока понимает что там он или повесится как инкассатор который перевозил документы из банка экономии помните ситуацию да когда инкассатор ушел в туалет машину угнали сожгли потом инкассатор повесился Плохотюк все эти убийства потому что речь идет не только о Горбунцове не только об убийстве в Бухаресе но и также убийства этого инкассатора который ты с Шором и с Яраловым спланировал по деталям так же как и они спланировали рейдерскую атаку на банки в стране это отдельная история то есть мы это давайте все будем чтобы не было слишком большого объема информации будем как-то делить на этап Плохотюк за все эти убийства ответит поэтому его истерика моя подача сегодня в розыск мандатный арест где я должен сидеть и так далее значит информационно они сейчас попытаются там запугать людей Дмитрий Алексеевич становится популярней уже не ежедневно а ежеминутно в Молдавии Чубашенко значит попытаться загнать меня в какие-то рамки о чем-то со мной договориться как он пытался за полтора миллиона за пять я с этим преступником и с этой мразью по фамилии Плохотнюк никогда договариваться не буду и эту мразь нужно в Молдавии уничтожать вместе с его режимом потому что Молдова может стать в том числе страной где существует какая-то правильная здоровая политика только после того как будет уничтожен режим Плохотнюка поэтому значит я опубликую в ближайшие дни те аудио материалы которые у меня есть связаны с тем что Плохотнюк является руководителем синдиката киллером организатором убийства Горбунцова в Лондоне и самое главное что Горбунцов знает мотив но ему сегодня невыгодно говорить тут же плохиши приехали мириться закрывает ему уголовные дела он уже говорит как он будет кушать заму наговорил на усатого и показания дал кавкалюк прилетел светился как солнце в обед понимаете то есть Горбунцов понимает поверьте кто его заказал он мошенник преступник он понимает он же знает чем он занимался с Плохотнюком в универсал банке до того как я устроил скандал на пресс конференции много лет назад и озвучил все эти их криминальные схемы поэтому я заявляю о том что я буду продолжать сотрудничать с правоохранительными органами значит с Румынией Великобританией в России есть моменты Владимир Георгиевич Плохотнюк я не сотрудничал может быть кто-то задаст вопрос или какой-то подонок типа Витя Гуреу сейчас выйдет на публику а почему усатого если была информация от этих посредников киллеров почему он не обратился в правоохранительные органы республики к кому обращаться к прокурорам Плохотнюка к его милиционерам вам не смешно то есть вам понятно почему я обратился в полицию Румынии почему я сотрудничал именно с ними потому что я думал так если я обращусь со всей этой информацией правоохранители органы Российской Федерации думаю ну здесь нет никаких материалов нет расследования долго будет не каять плюс потом Плохотнюк будет рассказывать байки американцам про то что вот усатый с русскими придумал какое-то уголовное дело но он начнет опять пугать и поэтому думаю я с ними знаком я с ними сотрудничал помогал буду действовать с ними я хочу чтобы я хочу отец чтобы с которыми мы работали в Румынии значит потому что в России все длина протекция мартур и конфиденциал что если есть что-то конфиденциал или проб в доселе то не появился на телевизоре как было в Молдове на телевизионе Пусть писала в Редакторе Лилу Плахутнюк, купили дин Досари, а не дали мандат об арест, и «Самбата», «сара» не решили, и у нас в Саре получили раздражение и приняли мандат об арест, а не дали журналисты, а не с пусть Саре получили раздражение в Каутарии, а у нас приняли мандат, и, как и солнечный боец, «но решит самбата», да у решит все это. Отбор, может быть, я бы сказал, что это правительство, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я готовлю еще определенные материалы Завтра или послезавтра Я думаю, скорее всего, послезавтра Завтра буду весь день готовиться Будет большая пресс-конференция в Москве Куда я приглашу все СМИ Где мы выйдем онлайн Прямой эфир с молдавскими СМИ Чтобы я мог ответить на вопросы молдавских журналистов Я уверен, что они есть Поэтому я буду добиваться правды Плохотнюк сядет и ответит за все по закону Мне не страшны все их пугалки Я говорил, что Плохотнюк мной подавится И поверьте мне, точно подавится И сегодня мы должны объединиться все Прошу вас, те, кто поддерживает меня Кто поддерживает нашу партию Я прошу вас, поддержите Нашего кандидата, ребят Потому что сегодня такая ситуация Где мы точно имеем шанс Снести К чертовой матери режим Плохотнюка У Дмитрия Алексеевича Чубашенко Короткая, четкая программа Те, кто находятся за рубежом Чайкарис Афлан, страна Тать Контактация Руди, Ледня Република Молдова Паринцы, Бунии, Фрацы, Кумнацы С Пунецы, Тот, Сия, Соловот Ну, вабазас, Дор, Пифа, Пулкаса Вотас, Ламбасада, Москва, Италия Москва, Италия, Румния, Савал, Тестати Ламбасас Сунац, Руди, Лякас И кариум, каримунчеш, Сяфу, Писхотаря Здесь, Дувам, не кариумчеш, Автокаса Ну, дурмец Поэтому, ребят Значит, двигаемся вперед Сегодняшняя акция Плохотнюка Попытаться повесить на меня То преступление, которое реально совершил он Закончится очень плохо для самого Плохотнюка Поэтому Двигаемся вперед А, важный момент Плохотнюк, его прокуроришки, милиционерчики Если что-то произойдет В изоляторе Кишинева С родственниками проки С Маларчуком, Чабаном Я там слышал Вы их там пугаете, угрожаете Заставляете какие-то левые показания давать на мне Ничего не получится плохих Вернее, получится, может Взять какие-то показания Но настоящие показания Давно задокументированы Являются доказательствами в уголовном деле По которому ты плохишь, сядешь в тюрьму Поэтому что-то произойдет с этими людьми в Молдаве Я это буду расценивать Как попытку Плохотюка Ликвидировать свидетелей Или закрыть рот проки в тюрьме Поэтому Удачи Всем Огромное спасибо за слова поддержки Значит, я смотрю Значит Очень много теплых слов Я просто выступаю Тут бегу сейчас строка с вашими комментариями Вам спасибо за просмотр Воюбеск Нам могут фрикать нечего дата Слуп Амфос слуп Таторши Войфи Туатый вяц Амя Ку амень бун Ософиев бун Ку Вамень синчер Тот импл амфос Шивойфи синчер Ничего Дата новой трада Попору Ничего дата Не будет рада Република Молдова Дар Амм Ам Анимали Ди джену Плохотнюк Треба Ка неште Анимали Пусы Инокол Инпояты Ка сэй Пригатим Штопаста Сэй пунем Лапушкарии Шыса Распунды Пентрутоат Фарадилизили Каре Увуд Лог Република Молдова Ну дар Пентру Ачастие Уморури Нас не кларификаем Кумумурит Инкассатори Ди си прокуратура Ну фаси Немик К Плохотнюк Шор Регистрау Тать компаниили Карел парчпатом Фурту миллиарду Печета сендин Донецк Луганск Шашам Эти партии Татья сияс Лаявяла Владимир Георгиевич Ты со мной Не договорился Не договоришься И будешь Мразь Отвечать по закону Путин говорил Что террористов Надо мочить С артерии Таких мразей Как Плохотнюк Потому что не надо Ждать пока пойду туалет Нужно мочить везде Главное чтобы это было С буквы закона Я мочить буду их Только по закону Я вас люблю Хорошего вечера Мерчима наинти Боец даци ботая Навец фрикой Ас не кларификаем Куридимуш Плохиша сфитермина Войбес